Многодетный отец перестал быть таковым после экспертизы ДНК, в чем, собственно говоря, дело. 51-летний житель Могилева должен был платить алименты на своих пятерых детей. Собственно говоря, половину своего заработка он должен был платить. Но к июне 23-го года у него накопился долг в 16 тысяч белорусских рублей, и он не выплачивал почти год. В ходе проверки инспекции по делам несовершеннолетних выяснилось, что мужчина, в общем-то, сомневается в том, что последние трое детей его родные. В итоге назначили экспертизу ДНК, которая показала, что сомнения мужчины были оправданы. Он действительно является отцом только двоих из пятерых детей. Теперь алиментов ему нужно будет платить меньше. Ребята, всем здорово, Саныч, на связи. Ну, хоть так, да? Представляете, мне вот просто интересно, да, вот у них семья, двое детей уже родили. Тут раз она, хоп, уходит налево, еще рожает троих, троих от чужого какого-то дяди. Мне интересно, нахрена она тогда вообще была с этим мужчиной? Что ее не устраивало? Ты же двоих от него отродила, значит, он был хорошим, значит, он был нормальным. Потом что-то пошло не так. Что у него в башке пошло не так, мне вот интересно. Что? Я искренне и сердечно поздравляю, что мужчина обрел свободу, не будет платить алименты чужим детям. Женщины, как они так вот могут? Скажите мне, пожалуйста, как и самое главное, зачем? Зачем вот так вот они могут? Чего она добилась теперь? Пишите свое мнение, ребята, в комментариях. Вот вы мне пишите, что ты можешь дать мужчине взамен? Скажите мне, пожалуйста, что я должна ему дать? Дайте мне совет, может, я быстрее его найду? Ну, то есть, женщины, что вы даете своим мужчинам? Объясните одно, я просто не понимаю, что вам ваши жены вам дают? Объясните. Может, я быстрее мужа себя найду, просто я не понимаю. Что ты можешь дать взамен? Что я должна дать? Что я должна дать? Объясните, помогите мне, я слишком глупая. Смотрите, зачастую говорят, что тиликоновые, губастые, расфуфыренные мадам хотят только денег. Да. Знаете, я хочу и денег... Чего у нее с бровями? Что, Брежнев, что ли, на минималках или что? Денег и семью, и мужа любимого, еще одного ребенка, жить в охуенно красивом доме вместе со своей семьей. Вот это то, что я хочу. А не просто денег, вы говорите, соски, хуйоски. Это все миф, теоретип. Я хочу, чтобы такого не было. Знаете, для чем я, чтобы я вам рассказала. Да, они... Проветривают, да? А какого-то, блядь, сверхъестественных... Только я, только ищу мужиков, это бред. Не, нахуй, это не надо. Надо просто любимый охуенный муж, который будет любить меня. Вот это круто. Ой, расставило, да? Проветривает, трение создает, педальками играется, ногами, да? Ну, поняли, где трение создается, да? Ребята, всем здорова, санночная связи. Ну, чайечка, устал тебе тыкать в экран? Тыкать в хорошем смысле, как бы, ну, вот показывать, да, что? Что обычно, чайечка, ты что от чайочной стаи отбиваешься? Давай в аджайну, и все, все будут счастливы. Что ты можешь еще дать? Ребят, она же по факту дать больше ничего не может. А вот что-то пытается, знаете, вот подвыпендриться, типа, вот что ж я могу там еще, типа, дать? Да ни хрена вы, кроме в аджайны, дать не можете. Ничего больше. Ну, там есть чуть-чуть там какой-нибудь там домашний уют, там, быт, и то, и начинается у них там, о, ты мне должен, теперь я что-то стираю, убираю, готовлю, да? Они же потом цены не сложат своему этому быту, да? Вот так что, чайечка, давай в аджайну, и все, вот честные отношения, честные отношения, да? Вот, ты в аджайну, я тебе тоже там, этот, своих головастика, все, вот, разбежались, 50 на 50 заплатили за ужин там, за что-нибудь, и все, и все нормально. Вот, кайфанули друг от друга, все хорошо. Вот, так что такие дела, чайечка, не заморачивайся, не надо. Вот, так что, цена. Продолжение следует...